всем привет друзья вы меня не ждали а я приперся вы много просили меня снять обзор питания для эктоморфа то есть для набора массы и вот он подъехал слушаем решающим фактором бодибилдинг для эктоморфа является диета и правильное питание это приоритет номер один практика показывает что хороших результатов достичь невозможно без применения спортпита это как мы знаем уже связано с быстрым метаболизмом и из обычных там питательных веществ как я не знаю но обычная да и да из нее получить невозможно просто то что нам нужно белки углеводы жиры потому что это придется есть невыносимо много и все же если вы намерены есть в день по 3500 калорий то погнали для эктоморфа промежутки между приемами пищи должны быть небольшие где-то два часа в среднем да и вы должны кушать довольно много каждую порцию чтобы набрать массу потому что эктоморфу как я уже говорил просто невозможно ее набрать если не есть как конь нужно есть где-то 5-7 раз в сутки суточная норма жиров для эктоморфа довольно высокая где-то 20 процентов практически все жиры должны быть растительного происхождения омега-3 очень полезно рыбий жир количество белка для эктоморфа должно быть где-то 35 грамм в расчете на килограмм веса белки углеводы должны быть основным поставщиком калорий не менее 20 процентов белка а также 50-60 процентов углеводов здесь на помощь приходит спортивное питание которое может не только обеспечить вам дневную норму белка и углеводов а также может заменить 2-3 приема пищи в день как я и говорил чтобы накачаться эктоморфу нужно вложить очень много сил и очень много денег если вам реально надо накачаться чтобы быть красивым главным источником углеводам должны быть каши овощи мычные изделия из муки грубого помола то есть пища содержащая медленные углеводы старайтесь употреблять свою пищу овсянку гречу рис пшено макароны где содержится большое количество медленных углеводов не забывайте также употреблять в пищу фрукты зелень потому что там микроэлементы и всякие витаминки пейте достаточное количество жидкости где-то до 3 литров в день это обязательно по возможности используйте пищеварительные ферменты это является очень эффективным средством для усвоения питательных веществ что же кушать эктоморфу до и после тренировки и так до тренировки нужно кушать медленные углеводы навернули макарончиков пошли на тренировку знаете зачем это надо это нужно чтобы ваш организм снабжался энергией которую дает углеводы и во время тренировки вы бы не ослабели и была бы у вас энергия а теперь догадайтесь что нужно кушать после тренировки после тренировки нужно кушать углеводы и белки должно быть смешанное блюдо потому что после тренировки у нас где-то полчаса спустя и в течение часа потом открывается белково-углеводное окно которое можно закидать едой и знаете что такое белково-углеводное окно, это та штука, при которой вмещается и усваивается большое количество углеводов и белков. Это когда организм максимально нуждается в энергии и в строительном материале, то есть в белке. После тренировки это просто необходимо. Если вам вдруг интересно, я хочу прочитать вам дневной рацион для эктоморфа, то есть тут надо столько есть, что это просто жесть. Ну, послушайте. Первый завтрак. Два куриных яйца, 100 грамм мяса птицы или рыбы, 200 грамм, то есть 1 стакан молока, кефира или нежирного йогурта, 1 кусок черного хлеба. Это все где-то 50 грамм белка. Второй завтрак. Тарелка каши небыстрого приготовления. 200 грамм молока, кефира, нежирного йогурта или сока. Это 15-20 грамм белка. Кстати, кто знает, почему написано небыстрого приготовления, скажите мне, потому что я кушаю все время быстрого приготовления овсянку. Не знаю, в чем прикол. Там меньше калорий, либо что, без понятия. Напишите в комментариях. Третий обед. Тарелка супа. 200 грамм мяса птицы или рыбы, 1-2 куска черного хлеба. Это 42-45 граммов белка. Полдник. 100-150 граммов творога. 1-2 столовые ложки меда. 1 кусок черного хлеба. 20 грамм белка в общей сумме получается. Ужин. 100 грамм мюсли с молоком. 15 грамм белка. Но, по-моему, тут как-то всего маловато. Короче, получается 145 граммов белка. И углеводов тут не написано. Я думаю, углеводов достаточно мало получается. Вот. Этот дневной рацион не особо подходит, поэтому в интернете не смотрите. Составляйте каждый индивидуально для себя. Это довольно сложно сделать, но этому можно научиться. Если составить там раз 10, то научитесь. Или попросите у меня, я вам составлю. Ну вот, друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк ему. Подпишитесь на канал, не забудьте. Покажите видео своим друзьям. Они, я уверен, тоже хотят посмотреть проект Аморфа, как ему заниматься, сколько кушать и так далее. Увидимся в следующем выпуске, да? Пока! Субтитры сделал DimaTorzok